С начала войны мы достаточно часто от юристов, от адвокатов слышим, что их работа по защите их, собственно, клиентов, их доверителей, она больше сводится к такой паллиативной помощи. То есть это люди, которые объективно не могут повлиять на ту систему беззакония, которая царит в России, но они пытаются всеми способами поддержать своих клиентов и дать им возможность высказаться, рассказать их историю, паблик ее вынести и, соответственно, привлекать внимание к их истории. Как устроена работа правозащитных организаций, ваша в частности, вообще как функционирует правозащита в таких условиях? Знаете, вот вопрос не в бровь, а в глаз. Я как раз сегодня с утра занималась очень много с украинскими заключенными, и с гражданскими, и с военнопленными, и передала письмо от одного из заключенных, который сидит в СИЗО, Ростов-на-Дону и ждет суда. Кого-то уже отправили по этапу, кто-то уже получил сроки, и в письме к маме Атем, украинский заключенный, собственно, из Мариуполя, передает там всем привет и пишет, что пришли посылки от волонтеров. И я послала это дальше, как, собственно, отчет, что вот посылки все-таки наши доходят. И вдруг получила такой взрыв эмоций, что как здорово, что посылки, то, что вы делаете, необычайно, важно, необычайно. Это только посылки, это только посылки с сигаретами, колбасой, чаем, это только посылки, это самое легкое, что можно сделать, это вообще не имеет отношения даже к правозащите. Это просто мы можем распихивать где-то передачи, где-то посылки, мы не можем, мы не можем никак повлиять на сроки, которые дают похищенным украинцам. Это обычно после 15 лет, 15, 18, 19 лет дают. Мы не можем их всех разыскать. Я очень прошу тех, всех, кто меня слышит, кто может как-то помочь сообщать, если у вас в местах лишения свободы или у вашего родственника появились украинцы, сообщите, пожалуйста, об этом нам. Мы их всех разыскиваем очень, потому что нет никакой возможности ни у них родственников, ни у них адвокатов их найти иначе. Мы делаем запросы, но их очень много. Так что, в принципе, конечно, дело-то по горло, и мы пытаемся это делать. Но вот важные дела, важные дела, для меня важные, они не получаются. Важные дела как? Важные дела, чтобы людей выпускали, чтобы людей не судили, чтобы людей отправляли назад на родину. Уж похитили там тебя в чистом поле, как вот агроном одного моего, который в Харьковской области вышел просто на поле посмотреть, что там у нас с озимами в марте прошлого года. Так с тех пор мы его разыскиваем по всей России. Если мы не можем ему вернуть, то давайте хотя бы помогите мне его найти, сделать ему передачу, написать письмо моему брату, жив ли, здоров, и так далее. Если мы не можем этого сделать, мы хотя бы вот так, хотя бы посылки, хотя бы письма, хотя бы просто разыскивать людей. Это много, это уже много. Но, знаете, в ситуации войны, когда каждый день новая сюрприза, каждый день разговаривала сегодня с Василием из Киева, Василий бывший силовик. Мы с ним совсем недавно вместе работаем, совсем недавно. И у него специализация, он занимается пленными украинцами, которых взяли в плен именно в Агнеровце. И мы с ним так аккуратно начали разговор. Нашли ли мы хоть кого-нибудь? И знаем ли мы хоть о ком-нибудь, о пленах, которых взяли в плен в Агнеровце? Ну, то, что я знаю, то, что я знаю, я так аккуратно ему пыталась сказать, что я знаю, что никого из них, вот кого я искала, никого из них в живых нет. И в Агнеровце не передавали военным пленных. У него примерно та же информация, но это довольно тяжело сказать. Это очень тяжело сказать. И мы не знаем про всех. Возможно, вот те двое, которых я ищу, возможно, они все-таки живы, возможно, они в плену где-то в местах лишения свободы в России. Но каждый день узнаешь что-то ужасное. С этим, конечно, довольно тяжело работать. Это ведь невероятно чувствительный вопрос украинцы в российских тюрьмах. То есть я думаю, что наши зрители могли видеть кадры, которые были на прошлой неделе, показанные с процесса как раз в Ростове-на-Дону, защитники Азовстали, защитники Мариуполя. Один из кадров был абсолютно чудовищный. Там мужчина снимал футболку, и это буквально были кожи и кости. То есть уже по одной этой фотографии можно было сделать вывод о том, в каких условиях находится человек. Но это то, что мы более-менее знаем вот про этих людей. Но насколько вообще, можно ли как-то оценить, сколько украинцев могло попасть в российские тюрьмы, и действительно, что это за люди? Вот буквально как вы приводили пример фермера, который вышел, его похитили, и он оказался в российской тюрьме, или кто эти люди? Ну, вы знаете, давайте различать военнопленных и гражданских похищенных. Есть еще одна категория, херсонские заключенные, херсонские-николаевские. Значит, смотрите, по поводу военнопленных. Лично я не знаю ничего или знаю очень мало. Это довольно осознанно, поскольку военнопленные – это предмет межгосударственных договоренностей. И когда начинают помогать волонтеры, правозащитники, адвокаты, именно военнопленные, можно навредить. Можно навредить, и поэтому туда лучше особо не лезть. Вот когда уже есть такие процессы, как в Ростове, когда уже процессы становятся публичными, когда уже ты можешь общаться с ними через адвокатов, можешь передавать передачи, посылки, связываться с родственниками, тогда да, тогда пожалуйста. Вот здесь вот можно помогать. И сколько военнопленных, я понятия не имею. Мы занимаемся в основном гражданскими цивильными заручениями, гражданскими похищенными. По данным Харьковской правозащитной группы, мемориал, их больше 8 тысяч. У нас есть имена и примерное местонахождение и общение с родственниками из заявления примерно 500 из 8 тысяч. Но надо понимать, что из 8 тысяч, скорее всего, далеко не все живы. Наверное, самый большой у нас был отсек заявлений, когда освободили город Изюм. Когда нашли очень много останков братских могил, у нас просто вот сильно придели списки разыскиваемых гражданских. Ну и плюс ко всему, вот моя большая боль, например, похищенный из своего дома в Киевской области Роман Вуйко. Он один из самых первых похищенных, это начало марта прошлого года. Непонятно, зачем его похитили, из собственного дома это человек с глубокой инвалидностью. Ему сейчас 57 лет, и совершенно понятно, что он не может предстать перед судом, его нельзя ни в чем обвинить. Он совершенно понятно, что человек не мог быть шпионом, не мог быть террористом, не мог быть вот никем. Он инвалид. И вот мы ищем Романа Вуйко уже больше полутора лет. Его дочь Аня каждый день пишет, сообщается с правозащитниками, с Красным Крестом, с журналистами и так далее. Мы знаем, что Роман Вуйко в России. Мы знаем, что он жив. Ну, надеется, что он здоров, наверное, невозможно, потому что он инвалид. Но я вот, наверное, не знаю, у него была за эти полтора года возможность сменить одежду или не было. У него точно не было правозащитников, адвокатов, гуманитарной помощи. Были ли у него врачи, я не знаю, и мы не знаем, где он. Мы только знаем, что он жив, находится где-то в России. И я понимаю, как сложно сейчас силовикам российским что-то с этим сделать. Сказать, что его там нет? Ну нет, но мы точно знаем, что он там есть. Есть много-много свидетельств. Отдать его под суд, сказать, что он террорист, все увидят, что это в раке. Отдать его при обмене назад? Наверное, тоже не очень хотят, потому что мы все увидим в каком он состоянии. Но отдайте назад любому. Подкормите его как-нибудь, помойте, отдайте назад. Ну, таких историй, таких историй очень много. Ну и, конечно, Херсонские и Николаевские заключенные. Ой, там с ними беда, беда, беда. Их зачем-то в ноябре заключенных перетащили в Россию. Никто не знает зачем. Что был за план? Вербовать ли их на войну или что с ними еще делать, непонятно. У них у всех заканчиваются сроки потихонечку украинские. Кого-то из них пересуживают по российским законам, кого-то не пересуживают. И вот их выпускают, когда кончаются сроки, у кого-то пересудили. У них часто нет документов, нет паспортов. Есть только справки об освобождении, где написано очень часто в общей статье Украинского уголовного кодекса. А это до первого мента. А потом их в Центр Временного Соединения иностранных граждан. По идее для депортации. А идет война, какая может быть депортация. Там они будут сидеть до морковкиного загорения. И вот мы всем этим занимаемся. С украинской стороны совершенно замечательный юрист Анна Скрипка. Очень хорошая команда работает в Грузии. Замечательный, совершенно благотворительный фонд. Чудесная команда. Но все это очень тяжело, потому что, сами понимаете, вот страны Балтии, они полностью закрыли свои границы для украинцев, которые в России отбывали зачем-то в своем наказании, которые были похищены Россией при деоккупации Хиршневской области. Они закрыли, и пока МИД Украины ничего не может с этим сделать. То есть можно их увозить назад народ, но через две страны. Соответственно, через Россию, через Городскую область, через пропускной пункт Латилов, к всем известной, и через Верхний Ларс. А с грузинами, тоже сами понимаете, да, у них то одно на стране, то другое, совсем другое. Ну и плюс ко всему там люди сидят месяцами, ждут своих документов, а это заключенные, которые довольно много пережили. И они довольно далеко от родственников. Тоже всякое бывает, всякое случается. И это специфический контингент. В общем, война прибавила работ. Мы, конечно, не думали, что Путин так осуществит вековую мечту правозащитников о сокращении тюремного населения в России. Так-то тюремное население сократилось, сократилось довольно существенно, но лучше не надо.